Сегодня у меня на обзоре новый комикс от Азбуки. Джокер крадет Робина и путешествует с ним по городу. Ну а прежде чем говорить более детально об этом комиксе, хочу вам сообщить, что если это видео наберет, скажем, 20 пальцев вверх, я сделаю обзор на книгу 8 Чужак, которую на обзор мне предоставил магазин Пульсар. Ссылку на магазин вы найдете в описании под этим видео. В магазине Пульсар вы найдете множество комиксов, манг, статуэток, аксессуаров, японской еды в конце концов. В общем, все, что вас может интересовать, есть в интернет-магазине. Но если вы проживаете в Киеве, вы можете поехать в магазин, который находится на Петровке. Итак, Бэтмен. Убойная прогулка. Комикс находится в некой упаковке, потому что я его еще не вскрывал и предлагаю вам разрезать упаковочную пленку. И я прочитаю комикс и расскажу вам о нем в этом видео. Сразу о чем хочу вам сообщить. Обложка плотная, она глянцевая и задняя сторона тоже глянцевая. Сами страницы, они матовые, но приятные на ощупь. То есть не так, как в газете. Дайте мне пару минут на ознакомление и я поведаю вам новую историю сумасшедших похождений Джокера. События комикса происходят в канун Нового Года, что весьма актуально для нас читателей, ведь за окном сейчас зима. Над комиксом работали Пол Динни, Дон Крамер, Уэль Фаучер. Интересная особенность этого комикса, как по мне, в том, что это скорее комикс является монологом. Здесь в основном речь идет самого Джокера. Робин говорит всего пару фраз, ведь комикс и маленький спойлер. В конце появится Бэтмен. Робин возвращается с недавнего задания, где по пути его подхватывает Джокер. Усаживает к себе в машину, ну а дальше начинаются страшные прогулки, которые заканчиваются множеством смертей, включая смерть одного из главных персонажей этого комикса. Отлично ужасающая рисовка, которая пропитана атмосфером сумасшествия. Джокер здесь выполнен по всем канонам этого персонажа. Мне понравился этот комикс тем, что он держал меня в напряжении на протяжении всех 24 страницах. Чтобы не спойлерить вам последнюю страницу комикса, на которой появится «Сами знаете кто», я хочу вам показать, что в конце комикса нас встречают примечания, которые разъясняют нам некоторые моменты, которые оставались непонятными во время чтения комикса. Последняя страница и на ней обложка, та же, что и спереди, только без надписей. Стоит ли покупать этот комикс? Однозначно да. Это одна из лучших историй, которую я когда-либо читал. Купить этот комикс и множество других вы можете в магазине Пульсар. Ссылку я оставлю в описании. Ну а также не забывайте о нашем с вами договоре насчет книги «Восемь чужак». Ну а с вами был я, Вова Гура. Увидимся уже совсем скоро на канале из-за студии. Пока-пока.